Привет, мои айтишные друзья! Меня зовут Яся, и сегодня я проведу этот новостной дайджест на Take It Easy, канале о самом интересном и увлекательном в мире айти. Ну и, конечно же, постараюсь тебе понравиться, ведь именно ты выбираешь, кто станет новой ведущей или ведущим. Кстати, новости сегодня просто космос, так что полетели! Так и знала, что пристрастие Илона Маска к соцсетям ничем хорошим не закончится. Потому что, видимо, его мысли сначала появляются в Твиттере, а уже потом обрабатываются мозгом. Министерство юстиции США начало расследование из-за твитов Илона Маска о намерении сделать Тесла частной компанией. После такого заявления Илона федеральные прокуроры открыли дело по факту мошенничества. Через несколько недель предприниматель заявил, что компания останется публичной. Но на этот раз не пронесло. Параллельно с Минюстом расследованием занялась комиссия по ценным бумагам и биржам, которая должна проверить, не вводил ли Илон Маск в заблуждение инвесторов, а также не было ли возможных махинаций, связанных с производством электрокара Тесла Model 3. Оба дела комиссии относятся к гражданскому процессу, но вот расследование Минюста может грозить даже уголовной ответственностью. Напомню, что на текущий момент это как минимум третье дело, открытое на Маска в отношении Тесла. И если дела так и дальше пойдут, то мы будем следить не за отправлением людей в космос, а за отправлением Маска куда-нибудь в Магадан. Ну а пока с криминальным будущим Илона ничего не ясно, стало известно хотя бы космическое будущее одного японского миллиардера. SpaceX раскрыла личность первого туриста, который полетит к Луне на многоразовой ракете BFR. Им оказался японский миллиардер, 42-летний Юсаку Майдзава, основатель крупнейшего японского онлайн-магазина «Одежды Зоза Таун». Во время представления «Счастливчика» Илон Маск заявил, что человечество должно стать межпланетной цивилизацией, и он со своей стороны сделает все для этого возможное. Миссия запланирована на 2023 год и продлится неделю, за которую ракета приблизится к Луне на расстояние 201 километр, после чего вернется на Землю. Майдзава, который известен своей любовью к искусству, полетит к звездам не один, а в сопровождении еще 6-8 деятелей искусства, которых выберет сам. Причем для этих пассажиров полет будет абсолютно бесплатным. Миллиардеры с такими дверями не ездят. Иди на хуй! Итак, мои планы до 2023-го. Научиться рисовать, снимать фильмы или лепить скульптуры, съездить в Японию, найти и подружиться с моим любимым миллиардером Юсаку Майдзава. Intel продолжает нас удивлять скоростью и количеством своих разработок. На этот раз в компании создали убийцу BIOS с открытым исходным кодом, опубликовав свой проект под названием Slim Bootloader. Он предназначен для инициализации железа и загрузки операционных систем при использовании с потребительским PC, серверами и устройствами интернета вещей. Ключевые особенности загрузчика – это небольшой размер и высокая скорость работы. Разработчики сообщают, что Slim Bootloader уже может загружать ОС, включая Windows, и поддерживать обновления прошивки, а также умеет проверять новое ПО на работоспособность и целостность. Но пока что загрузчик умеет работать лишь с платформами, построенными на базе Apollo Lake. О том, как в Intel собираются использовать новую разработку, компания не сообщает. Также пока непонятно, будет ли Slim Bootloader новая альтернатива UEFI, или же его установка будет обязательной для всех производителей материнских плат. Ну а гугловцы решили утереть нос конкурентным операционным системам и внедрить Android еще и в автомобили. На днях Google заключила соглашение с автомобильным альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, и теперь вся информационно-развлекательная система, установленная в карах альянса, будет работать на Android. Запуск предустановки Android Auto начнется уже в 2021 году и, по оценкам, принесет компании миллионы новых пользователей, что является одной из главных целей Google. А юзеры получат доступ к приложениям Google, включая карты, магазин приложений и голосовому помощнику непосредственно с приборной доски автомобиля. Да, когда-нибудь я скажу тебе, что у меня Android. Ты ответишь, что Android — это фигня. И уйдешь, уйдешь, так и не узнав, что у меня на Android Outlander. Ну а следующая новость — просто космос! Особенно для фанатов Стартрека. Астрономы НАСА нашли необычную планету, аналог суперпланеты-вулкан из сериала «Стартрек». Астрономы нашли первую планету, похожую на вулкан, под названием Иридана, в одной из ближайших звездных систем по отношению к Солнцу и Земле. Температура на планете достаточно высокая для людей, но пригодна для жизни. Как предполагают ученые, несериальный вулкан имеет относительно высокие шансы на то, что на его поверхности существует внеземная жизнь, так как его звезда очень похожа на Солнце по своему характеру и уровню магнитной и вспышечной активности. Дорогой Илон Маск, нафиг Марс, концепция меняется, я хочу жить там! Это кресло. Ну и все на этом. Это были все самые космические неземные новости на сегодня. Не забывай ставить лайки и подписываться на нашего IT-гиганта из галактики «Технологический путь». Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!